Семейство кошачьих представлено самыми разнообразными видами, от совсем крошечных хищников до настоящих гигантов, но все они по-своему удивительны и прекрасны. С некоторыми мы уже познакомились, о других будет рассказано в ближайших выпусках. А сегодня нас ждёт знакомство с ещё одним удивительным представителем, который знаменит тем, что считает воду своей стихией. А его развитые рефлексы дают ответ, друзья, вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – Код рыболов. Переходим к делу. Тропические районы Юго-Восточной Азии. Тёплый и влажный климат сформировал здесь самую богатую экосистему на планете, изобилующую не только всевозможной растительностью, но и разнообразными представителями садков ежегодно поддерживает баланс множество рек и озёр, а на их берегах обитает кот, о котором и пойдёт речь. Его называют по-разному – крабчатая кошка, виверовый кот, рыбная азиатская кошка, но более привычное и понятное название – кот рыболов. Он обладает довольно крепким телосложением. Масса взрослого кота может достигать 15 кг, в то время как кошки весят всего 6-7. Вырастают животные до 120 см и отличаются широкой мордой, маленькими ушами, относительно короткими лапами и маскировочным серо-коричневым окрасом. Индии, Таиланда, Пакистана и некоторых островов. Виверовый кот имеет два подвида, которые отличаются местом обитания и размерами. Серьёзный взгляд кота соответствует его характеру. Эти животные довольно агрессивны и в случае опасности могут постоять за себя. Известен случай, когда крупный кот, содержащийся в зоопарке, пробрался в клетку к леопарду и убил его. Но чаще всего хищное настроение этих животных направлено на добычу пропитания. Основной рацион кота состоит из рыбы и он обладает всеми навыками для её поимки. В отличие от большинства кошачьих, кот рыболов не только не боится воды, но и отлично плавает. Обычно он поджидает рыбу на берегу, в нужный момент срывается с места и настигает свою цель. Но нередко в поисках добычи он бродит по мелководью, выбивая когтистой лапой проплывающую мимо рыбу. Кот довольно умён и хитёр и может приманивать добычу ударами по воде. Рыба поднимается, принимая ряпит удара за упавшее насекомое и тут же оказывается в цепких кошачьих объятиях. Кроме того, в поисках пропитания хищник способен нырять. Его нос имеет особое строение, что позволяет задерживать дыхание. При этом маленькие уши плотно прижимаются к голове, исключая попадание воды. Между пальцами лап имеются перепонки, что не позволяет полностью втягивать когти, но помогает хорошо плавать и ловко цеплять зазевавшуюся рыбу. Сила кота впечатляет. Своими мощными челюстями охотник способен захватывать даже крупную добычу. В среднем в течение суток взрослый хищник съедает до двух килограмм рыбы. Также кот не брезгует питаться лягушками, крабами, улитками, реже птицами, мышами или змеями. Хищник неплохо умеет лазить по деревьям, но делает это крайне редко. Как и другие представители кошачьих, кот рыболов ведет уединенный образ жизни и старается селиться подальше от человека. Площадь территории может достигать 20 квадратных километров, которую он ревностно защищает от непрошенных гостей. Теплый климат царит здесь круглый год, поэтому и размножаться коты могут в любое время. Обычно кошка рожает двух-трех котят, которые становятся полностью самостоятельными лишь к девяти месяцам. А до этого возраста они находятся под опекой матери, которая обучает их всем прелестям рыбалки. Что может быть значимей в жизни котенка, чем первое знакомство с водой? Несмотря на волнение, малыши быстро осваиваются в этой стихии, к тому же у них есть опытный наставник. Длинные усы неспроста скользят по воде. Таким образом кот улавливает колебания, издаваемые рыбой, чтобы вычислить расстояние и нанести точный удар. Сможет ли котенок последовать примеру матери? Пока он способен потягаться лишь с водными растениями, но у него все впереди. В неволе продолжительность жизни кота может достигать внушительных 25 лет. В естественной среде обитания срок сокращается до 10-15. В настоящее время виверовых котов в дикой природе становится все меньше. У них достаточно конкурентов, а вода, как неотъемлемая часть среды обитания, с каждым годом подвергается все большему загрязнению со стороны человека. Особенно это касается индийских водоемов. Также животные становятся добычей браконьеров, которые продают их на черном рынке. Пора задуматься, стоит ли ставить личные интересы человека выше жизни этих удивительных животных, пока не стало слишком поздно. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, ведь впереди много интересного. Спасибо за внимание и до скорого!